Всем привет дорогие друзья! Большой большой привет из Турции, из Алании. Самый популярный вопрос на моем канале всегда Лена по поводу шопинга. Где же шопиться, где покупать товары в Алании? В Алании раньше такого большого центра не было. Появился он недавно, его открыли прям совсем. Насколько я знаю, находится он где располагается субботний рынок. За башней с часами на этой площади. Называется Агденис парк. Вот так он выглядит. Большой центр. Раньше был Аланию, но он такой прям половина от этого. Этот большой. Сейчас с вами пройдемся по нему, посмотрим, сделаем обзор на этот центр. Вход в торговый центр. Еще какие-то здесь павильоны, я так понимаю, что закрыты, потому что они затянуты баннерами. Сразу при входе будет, по всей видимости, ювелирный магазин. Очки, которые нам, собственно говоря, не нужны. Ватсон. Ватсон – это известная здесь сеть с косметикой. Ее все знают. Косметику эту все знают здесь, но более-менее такие демократичные цены. Это сетевой магазин, потому что всегда именно всех интересуют сетевые магазины, где не нужно торговаться. Ты пришел, ты знаешь, что ты взял именно то, за что ты не переплачиваешь. Это очень важно. Так, на что же нам с вами сравнить цену? Я даже не знаю сейчас. Вот, допустим, шампунь. Только я, вот знаете, не пойму. 124 лиры, 92. Это статистка, что ли, 92 лиры? Умножаем на 3. В общем, калькулятор мой показывает 260, но мне кажется, что-то у него заниженный курс. Это калькулятор валюты. Все сразу можете посмотреть. Краску, кому интересно. Кстати, смотрите, прикиньте, краска практически вся темная. А, нет, внизу есть светлая. Вот светлая, допустим, калистон стоит. Сейчас посчитаем. Ну что, расстаемся, да, или что? Сейчас, 720 рублей калистон. Я просто внизу в маленьких жду тогда. Ну хорошо, а что, давай ходить. А, ну или пойдем ее из пола, может быть, сразу найдем. Я в лесу и маме, я в лесу. Здесь многие магазины еще не открылись. Бойнер будет тот, что есть в Аланьюме магазин. Это собраны многие бренды в одном месте. Что-то по распродаже, что-то еще. Часы. Ювелирные изделия. Красивые. Вот это вот сеть мужской одежды. Нам она, в принципе, не нужна. Тоже 30-ти процентные скидки написаны. В общем, это первый этаж. Есть минус первый этаж. На первом этаже пока что, по сути дела, делать нечего. Мы с вами едем чуть выше. Здесь, на втором этаже, уже многие магазины открыты. Этот от Беннетона магазин. Пьер Карден. Это что, я не знаю, сеть какая. Сумки там, обувь. Мы зайдем с вами везде. Мы сейчас пока что зайдем в Нарамакс. Ой, какой красивый чемодан. Обалдеть. 10 тысяч лир на 3 умножаем. Это 30 тысяч рюкзак стоит. Оксана тут что-то в адитаз зашла. Это сколько? Это 1400 лет. А, в смысле, это ты уже перевела на наш... А я покупала за 1200 в Таиланде. По 2,7 банк было. Это сколько примерно? Около 500 тысяч, да, я говорила? Эти 7, вот эти стоят. 7,200 по рублям. Ну, тряпочные 7 тысяч. Ну, вот, я не знаю, нужны ему такие? Вот это его размер, такие 14. Ну, да, посмотрим мы еще. Ну, я имею в виду, посмотрим еще какие будут варианты. 7 тысяч. Я Ване-то привозила эти кроссовки, у него есть. Но это ж мальчики, они, конечно, не умеют обувь экономить. Сейчас посмотрим с вами женские кроссовки. Это, я так понимаю, на нандитских шляхах. Сколько, допустим. Тут везде еще, я так понимаю, сцены они то ли не успели сделать. Ага, они еще не успели, ценники все. Наромакс – это наш любимый магазин. Ну, как любимый, скажем так. Любимый, когда здесь есть скидки. 3,500 стоит костюм. Пиджак, брюки. 3,500 в лирах. Умножаем, это 10 тысяч, порядка 10 тысяч. Платье. Нет, такие модели не идут. Они увеличивают себя в размере. Такое платье. Видите, вот все по цветовой гамме. То есть, вот, допустим, с чем вы можете сочетать, да, световые брюки с... А вот это даже костюм можно сформировать. Пиджак, кстати, симпатичный. Брюки – 3,000. 3,000 лир. Это 9,000 рублей этот пиджак. Это паттенель пиджак. Весер бит. Кофта – 1400 лир. Это сколько там? 4,000 почти. Мне нравится платьица. Ну, вот, да, 3,500 в лирах. 3,500 в лирах умножаем. Вот сколько? 9. Плюс счет 11,500. Платим. В общем, в целом 10-12 тысяч. И, Коль, это хорошая одежда, но тоже она дорогая. Ее из пола предлагаешь? Да, на третий этаж. Наш любимый, да, магазин? Ну, потом еще вот Пьер Карден может. Мави внизу. Еще только загружается Мави внизу. А так, знаете, чем-то похож магазин на Новомол. Вот когда спрашивают в Сиде, в Манавкате, куда поехать, вот Новомол – такой же приблизительно принцип, но чуть-чуть побольше на Новомол. Так, здесь белье женское. Потом, может быть, зайдем, посмотрим. Для дома товары. Текстиль. Коллинз есть. Ну что, пойдем, Юсь Пола посмотрим, да? Маленькая, кстати, сумочка. Но это прям совсем маленькая. С кошелечком 3000 лир, 10 тысяч. Я хочу мягкую. Хочу мягкую. Так, сейчас посмотрим. Платья легкие. 2000 лир. Ну, это 6000 будет такое платье стоить. Так, сумки. Сумки. Мне нужна хорошая сумка. Вот этот вот идеальный размер сумки. Но мне не нравится, что она светлая. Знаете, вот я так что-то смотрю, а по ассортименту, так как бы, особенно, ничего особо не поменялось. Вещи, ну, практически все те же самые. Вот это мне вообще не нравится. Завышенные талии, платья. Ну, может, мне такие просто не идут. 3000 лир. Ну, 10 с лишним. 10-10. Вот здесь, видите, какие костюмчики. Сейчас хочу вам брюки померить. Мне очень понравились. Брюки легкие такие. Рубашки что-то какие-то прям детские. Я даже не могу понять, почему они такие детские-то. Очень мне вот эти вот кофты нравятся. Мы брали. Очень хорошие его качества. Легкие, легкие. Я сейчас вот эту возьму. Ну что, кое-какие вещи я взяла. Померить. Кстати, здесь такая примершина большая. Очень большая. Вот такие вот. Не знаю сейчас, что налезет. Мне говорят, Лена, мы тебя видели, ты поправилась. Я вам во всех видео говорю, что я поправилась. А вы мне констатируете факт, что поправилась. Поправилась. Есть такое дело. Вот эти брюки мне понравились. Ну, не знаю. Сейчас померяю. Ну, вот так вот. Брюки, мне кажется, что-то чуть-чуть великоватые. Я люблю такие брюки. Но они длинные. Слушайте, где же я их буду? Видите, внизу с разрезом. Вот это моя модель брюк. Такие мне подходят. А кофта не моя. Узор вот этот мне красивый. Да, вот здесь. У тебя большие брюки? Мне кажется, 42-й надо. А, тебе дали, да? Нет, я их сама взяла давно. А-а-а. Я тебе там сейчас померю, а? Но дело в том, что... А где же их здесь обрезать-то будешь? Так, у меня есть швея. Да, швея-то есть. Вот кофта мне не нравится. А брюки мне нравятся. Брюки классные, да? Да, брюки классные, реально. Классные. Хорошие так. Вот сейчас посмотрим. Другие. Хорошо. Хорошо. Я хотела вам сказать, сколько стоит. Вот это стоит 999. Ну, 1000 лир, это 3000 рублей. 3 с копейками, 3 100. Но не мой рисунок. Сейчас посмотрим однотонную. Вот так вот смотрится однотонная кофта. Здесь вот эти вот завязки. Эти завязки. Блин, вот я всегда... Зачем их делают, эти завязки? Всегда вот этот вот торчит, непонятный. Для чего? Если только заправлять кофту внутрь? Ну, знаю. Ну, что-то, в общем, как-то мне тоже не особенно. Вот эта кофта. Сейчас белую посмотрим. Так, вот такой вариант с кофтой. Эти брюки. Я прям в них улюбилась. Мне сказали, сейчас, типа, за 2 часа они их подрежут, если что. Ну, потому что они немножечко все-таки, ну, как по полу больше ходить на сантиметр 2. А кофта, все хорошо. Но вот этот ворот, ну, здесь, наверное, нужна какая-то длинная шея, скорее всего, чтобы с этим воротом это сочетать. Так, что-то как-то с футболками нема. Сейчас что еще померить-то? Вот эта майка как а-ля беременная. Я не знаю, ну, она, может быть, кстати, для беременных и предназначена. Если бы она не расширялась к низу, ну, вообще, в общем, какой-то не очень удачный крой у этой майки. Не могу. Ну, верх, в принципе, у меня есть. Я бы просто хотела еще вот эту рубашку. Давайте посмотрим. Тут с размером очень сложно угадать. Вот эта рубашка 2Х, что ли, она. Ну, по факту, это, наверное, 54 размер, что ли, я не знаю. Она как-то сильно большая. Оксан, ты здесь? Да. Ну-ка, глянь вот эту рубашку. Ну, эту, футболку не смотри. Мне просто нужна такого плана. Рубашка, она как клен. Ой, как тебе хорошо. Слушай, я не стала такое брать платье. А тебе хорошо. У тебя грудь. Да. Вот это прям твоя. Да, я не знаю, что если посмотреть, что вот как грудь, здесь красиво. Да. Ну, так вот я помню, как грудь. Я сначала как бы наделала, постояла, смотрела в зеркало. Потому что я не пойму, идет оно у меня или нет. Ну, знаешь как, грудь вообще офигенная. А здесь она уже как бы начальник можно сажать. Понимаешь? Так она смотрится величественно. Ну, подожди. Это, знаешь, это вот модель, как у тебя, это, в горошек платье. Цурне нравится. Я не знаю, Лёна, у меня есть рубашка, помнишь, мы с вами покупали? Она постоянно мятая. Она вот просто... Ну, она мятая, я с тобой сказала. А я его попросила, он мне что-то рубашку одну не принес, я ему еще какую-то давала. Я ее надела, она всегда мятая, поэтому она у меня дома висит. Я ей один раз надела дубами, я написала, что она на себя одела. Хотя это очень дорогая рубашка. Слушай, очень тебе хорошо в этом платье. Она тоже белая есть. Ну, белая тебе зачем? Тебе яркая, тебе вообще офигенная просто. Ну, вот так вот я посмотрела с рубашки, не стала ее до конца застегивать. Мне не идет вот такой вот принт, то есть мне нужно, чтобы она была однотонной. Брюки прям вообще любовь-любовь с первого взгляда, очень такие хочу. Сказали, сейчас их подошьет, а вот что-то вверх, ну, еще, как бы, это же не последний магазин. Мы еще посмотрим, брюки беру. Это Коллинз, посмотреть. Ну, там цены такие. Все еще, как бы, какой-то вариант. Классный. Какие-нибудь интересные футболочки. Это вязаные какие-то футболки. 779 лир. Умножаем на 3, девочки. Вы меня всегда ругаете, что я вам неправильно умножаю, поэтому умножайте сами. Сколько будет. Рубашки, ну, такие, какой-то, ну, офисный вариант. А, ну, вот они, по 250 лир футболки. 250, это 750 рублей. Тоненькие. Тоненькие, тоненькие. Ну, в принципе, футболки у меня есть. Просто хотелось что-то такое интересное посмотреть, чего у нас нет. Пойдемте, катон посмотрим. Ну, зайдем в сеть. Катон наверху. Платится летние такие. Здесь, знаете, там освещение такое, что... Слушайте, ну, неужели здесь нигде не принимают карты? Это значит, надо где-то идти и искать, где опять деньги снять. Я только не поменяла, но я поменяла меньше, потому что, как бы, не думала, что карты не пройдут. Ой, слушайте, вот этим пиджаком, мне кажется, уже море времени. Я помню такие. 1199 лир, 1200 лир, 3600. 3600. 349 лир. Футболочки. Костюмчик. Совсем легкий. С маечкой. Смотрите, у меня передо мной вот это, а я смотрю с противоположной стороны. На какие-то топики, которые мне на нос не налезут. Сейчас, видите, модно вот этот укороченный верх. Модно. Тоже симпатично. Вот, я вот такие вот очень люблю блузки. Нежные, нежные. Тоненькие, тоненькие. Так, сколько такая стоит? И вот, кстати, красивый вариант. 449 лир. 500 лир такая стоит. Это такой, как это, а-ля школьный учитель. Мне нравятся такие. А-ля школьный учитель. Угу. Кстати, карта моя, Газпром, не прошла. Не прошла. И пришлось заплатить долларами. Жакет. Полторы тысячи. Джинсы. Под джинсы сделан. Сейчас модно вот эти сетки носить. Де-факто здесь. Ну, они вот, в принципе, вот все эти магазины есть на улице Ататюрка. Собственно говоря, где мы живем, мы это туда можем и вечером сходить. Пойдем вниз тогда. Да, слушай, вроде большой центр такой, да? А по сути дела, как бы, ну, не особенно много. Хорошо, центр, но за час, если без пример, я прошла по всем окружающим, так, знаете, и закладывала. Вот это тоже хорошая фирма. У меня рубашка прям такого качества. Очень долго служит. Ну, в основном, мужская. Так, что, вниз? Да. Ну, пойдемте. Например, Карден вот это зашли мы. Или Кардин, или Карден. Сумка у меня вот эта. Ух ты, шесть тысяч сумка стоит. Шесть тысяч на три. Восемнадцать тысяч. Ну, сумка прям вообще офигенная, классная. Восемнадцать тысяч. Здравствуйте. Здрасте. У меня голова в летку уже. Здрасте. Так, в конце? Да. Шесть тысяч. Ну, как футболка? Шесть тысяч. Сколько? Спасибо, я бы взяла такую. Шесть тысяч лив. Восемнадцать тысяч. Восемнадцать тысяч. А футболка тысяча двести. Футболка три тысячи. Ну, опять же, Лена, вот тряпшная здесь тоже. А я вот и хочу себе тряпшную. Ну, за восемнадцать еще не хочу. Здесь будет еще тряпшная. Посоветовали прям здесь же, за торговым центром, есть Гюзли Мешт. Она местная, турецкая. Говорят, что здесь делают вкусный. А может, вот здесь же у них же это же. А-а-а. Не работает в воскресенье. Прикиньте. Закрыто. А так здесь, смотрите, какие хорошие цены. Кстати, Гюзли Мэ стоит сто лир. Блин, триста рублей. Триста рублей. А мы сейчас, кстати, сидели. Полторы тысячи рублей на наш. Три шарика мороженого и маленький турецкий кофе. Полторы тысячи рублей на двоих. Восемьсот пятьдесят рублей. Ну, в принципе, наверное, как московский центр. А раньше все, конечно, было дешевле. По фешечку мы в том году сюда приходили. Здесь живая музыка вечером. А вот здесь мы сидели вместе с мамой, с Ваней, с Леной, со зрителями, с нашими. А сейчас с девчонками зашли. Нам нужен Wi-Fi и нужно дождаться, пока подошьют брюки. Так, что здесь? Форель на гриле. Ну, у меня вот сюда курица самая любимая. Жареная чула. А вообще самый вкусный у нас там на углу, у вас там на углу. Самый вкусный этот Джексон или как он там? Я знаю, там сейчас цены вообще там. Но все равно люди эти немцы приезжают, сидят. А вообще почти никого у них нет. Да? У нас Фрэнс вот напротив. Там иностранцы по следам караоке, там по следам и... А раньше ломилось, слушай, и все у них там. Вот так вот, что значит? Да? Что значит цена? Вот такой вот салатик, прям вообще обалденно вкусный. Это девочки у нас заказали. Да, я не забираю. Причем, но я знаю, что вкусный, потому что здесь спелый авокадо. Я вижу, что он спелый, по нему сразу видно. Здесь листья салата, помидоры. И посмотрите, как лимон сделан. Лимон в какой-то сеточке. Видимо, чтобы эти косточки не вылетали, я такое первый раз вижу подачу лимона. Вот такую вкуснятина нам принесли. Даже не знаешь. Да вкуснятина, господи, здесь хорошо готовят. Для меня очень я люблю эту жареную картошку, курица. Курица здесь какой-то с зеленью. И стоит это все 300 лир. А 300 лир это 900 рублей. В принципе, это не очень дорого. Это не очень дорого. 900 рублей. Это дорого или дешево? Это дорого, Лена. Это дорого. Какой мериделый? Не, ну у нас где-нибудь, смотри, мы приходим в шоколадницу, допустим, средний счет, ну, полторы тысячи где-то. Да не, если бизнес-лайн, что вы купите? Если бизнес-лайн, что 700 с меня в последний раз. Нет, считали. Ну, в общем, как-то. А считали? Свадьба, слышите? Свадьба, а здесь привлекают, что караоке будет. Оказывается, здесь тоже... Ой, смотрите, а зачем они платками машут, интересно? А, это курды, думаешь? В воскресенье? И времени сейчас 15 минут. Как они радуются этому событию. Пошли в гости к Ине, посмотрите. А она была ключевой водой? Нет, посмотрите. Вот кто еще так приходит в гости, а вам целую коробку с чаем дают, посмотрите. На выбор, выбирайте, говорит, любой чай. Я вот такой первый раз прихожу в гости. Вот, посмотрите, какие кружечки красивые. У меня же получается видео такое, что мы едим весь день. Я сегодня снимала обед, потом мороженое, потом ужин, и мы до сих пор едим. Ты на отдыхе? Я на отдыхе, но я уже на таких объемах. У меня вообще уже надо. Ладно, девочки, пьем чай. В общем, вы знаете, когда встречаешься с друзьями, хочется болтать, болтать, болтать. Про съемку забываешь. Вот когда ты все вместе, вот реально, ты как бы не можешь толком снимать, у тебя внимание такое разностороннее, ни туда, ни сюда. Поэтому вчера даже концовку не записала. На меня это вообще не похоже. В общем, смысл в чем? Что вот для Махмудлара, для Кыргаджака, это просто подарок для тех, кто приедет как раз-таки в Утопию, в отель, что открыли такой большой торговый центр. Не надо больше ехать сюда, в Аланью, создавать пробки, терять время. Вы пришли и в этом торговом центре все купили, все, что вам надо. То есть все сети есть. Пока что там нет еще этого в Айгити, но я так понимаю, что он там будет. Мави еще не открылся, то есть они там уже завозят товар. То есть еще много там павильончиков откроется, когда летом кто-то приедет, то есть там будет. Но если вы живете в Аланье, как мы сейчас, допустим, расположены, то ехать туда смысла никакого нет. Все те же самые магазины находятся на улице Ататюрка. Идете спокойненько в Айгити четырехэтажный, де-факто четырехэтажный, Юиспола огромный магазин, ассортимент очень хороший, Мави те же самые. То есть не нужно тратить времени на поездку туда. Единственное, чего там есть, здесь нет, это вот эта вот фирма, куда мы заходили на Ромакс, ну там ценник 12-15 тысяч, ну то есть как бы вот если именно из-за этого, то да, стоит. Поехать все остальное есть здесь, и ехать смысла нет. Как я вам уже сказала, не принимали, не приняли карту Газпрома, мне это немножко, то есть я, знаете, как в этот раз упор делала, мне неохота было менять валюту, и я большую часть взяла рублями на карте, потому что, ну, обычно принимают карты, и, ну, и ей лучше рассчитаться, чем там вести с собой, менять вот эти все деньги, все остальное. Но там не взяли, потому что они только открылись, и я думаю, что они не подключили просто еще, ну, вот этот банк, потому что здесь на Ататюрка, в Юйспола принимают карту Газпром, и во многих, в Байкике принимают карту Газпрома, от Юнионбай, это самый, красиво здесь, это самый распространенный вопрос. Стараемся вот сейчас прям изо всех сил, чтобы видео все-таки у вас выходили чаще, хотя бы 2 видео в день, поэтому на этом я с вами прощаюсь, как всегда всем желаю добра, удачи, позитива, отличного настроения, задавайте свои вопросы, в следующем видео будет ответы на ваши вопросы, задавайте ваши вопросы, я вам буду на них отвечать, ну, если, соответственно, владею этой информацией, потому что я нахожусь сейчас здесь, и, ну, могу вам что-то подсказать. Всем желаю добра, удачи, позитива, отличного настроения, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии, это очень важно, потому что я на отдыхе, но я работаю, мне очень приятно, если есть обратная связь. Все, увидимся с вами вновь, пока-пока. Немножко по бассейну. Пока, красавица. Боже.